Всем привет, у нас обзор набора 75236 под названием Битва при Листалкили. Несмотря на то, что этот набор очень маленький, здесь присутствуют две интересные мини-фигурки. И самое интересное, здесь еще есть Кайло Рен. Несмотря на то, что эта мини-фигурка обычно выходила только в больших наборах, здесь же ее положили в такой маленький. Также еще присутствует очень интересная такая инсталляция, то есть сценка очень красиво будет смотреться на полке. Также еще здесь можно также вращать мини-фигурки, чтобы они вращались. Но это мы с вами рассмотрим все обязательно чуть попозже. И в конце еще в качестве бонуса я покажу вам, как можно собрать мини-фигурку Тёмную Рей. Та, которая стоит на превьюшке, как по мне, вот Тёмная Рей мини-фигурка очень крутая получилась. И я использую ее, когда просто стоит у меня набор на пунктах, у меня здесь стоит Кайло Рен. И Тёмная Рей, мне вариация Тёмная Рей понравилась куда больше, чем обычная классическая мини-фигурка, которую здесь давали. Для сборки данного набора я использую вот такую вот инструкцию. Поскольку набор маленький, то инструкция здесь тоже небольшая. Собственно, здесь было всего лишь два пакетика. Сначала собиралась у нас вот эта основа, а уже потом сверху ставили все эти деревья, скалы и по одной мини-фигурке на каждый пакетик. Еще из интересного, в конце у нас показаны остальные мини-фигурки из этой серии, которые здесь выходили в этом полугодии. И также обратите внимание, есть набор 75238. Я себе его брать не буду, потому что у меня уже имеется очень много Ивок. Но для тех, у кого нет Ивоки, я очень сильно рекомендую этот набор, потому что набор маленький, на него еще действуют всякие скидки. И если вы хотели получить себе Ивоку, я думаю, это лучший способ это сделать, чем покупать какой-нибудь булочный набор. Потому что здесь, опять же, набор небольшой, также присутствует вот такой вот клон и вот такая вот очень красиво проплентованная Ивока. Так что этот набор, думаю, будет многим интересен. Ну и остальные, как по мне, как-то не очень. Самое интересное, это вот было, как я уже сказал, вот это вот, где Кайло Рен и Рэй, потому что здесь присутствует Кайло Рен, который долго был в больших наборах. Ну и для тех, у кого нет Ивоки, вот, присмотрите, 75238. Ну и в конце у нас, опять же, показаны вот эти же наборы, откуда были взяты эти мини-фигурки. Вот, кстати, маленький такой квадратик, студент, три детальки с Ивокой, где также еще битва на ход. Два набора, как по мне, какие-то довольно скучные, мини-фигурки тоже довольно простые. Ну и перечень всех деталей, которые присутствовали в этом наборе. Ну и в конце, как всегда, реклама Олега Вин. Ну что ж, давайте смотреть мини-фигурки. Начнем, пожалуй, с мини-фигурки Кайло Рен. Вот так вот выглядит со всех сторон. У него очень интересные принты, то есть присутствуют спереди, сзади и даже на спине. Также два выражения лица. Одно такое разъеленное, второе он уже, видимо, все-таки проиграл, потому что на его лице шрам и такое задачное лицо. А также волосы, которые помогают нам скрыть второе выражение лица. И очень интересный меч, сделан в виде такого крестика, до этого нигде не выходило. Сделан специально для него, чтобы он был максимально похож на персонажа, который присутствовал в фильме. К сожалению, ему не дали никакой плащ, но, в принципе, без плаща он тоже выглядит весьма интересно. Дальше давайте смотреть мини-фигурку Рей. Сначала рассмотрим обычную мини-фигурку, а потом уже посмотрим темную, то есть кастомную, которую уже собрал из других деталей и взял отсюда лицо. Итак, что касаемо этой мини-фигурки, здесь присутствует такая стандартная одежда, то есть такая роба ученика джедаев. Также еще очень интересная плечо, сзади еще имеются такие небольшие косички, то есть как в фильме, вроде нигде до этого такая плечо не входила, была сделана специально для мини-фигурки Рей. Ну и, естественно, два выражения лица, одну улыбчу. Немного нахмурено, и еще световой меч синего цвета, и также такая селебрельная ручка, к сожалению, просто селебрельная, не хромированная. То есть если взять какой-нибудь набор начала 2000-х годов по Звездным Войнам, там уже будет хромированный меч. То есть тогда делали хромированный, почему-то сейчас сделали просто селебрельную. Как по мне, хромированная выглядела бы поприкольнее, но сделали все-таки вот так вот. А сейчас давайте рассмотрим кастомную мини-фигурку Рей. Вот так вот она выглядит. Сразу же скажу, что, возможно, где-то уже такая мини-фигурка была, потому что где-то полгода назад я увидел, как кто-то собрал такую мини-фигурку, куда-то выложил фотографию, по-моему, была где-то на Reddit. И, в принципе, может быть, на YouTube тоже можно найти такой англоязычный ролик. Если я найду все-таки этот ролик, я оставлю ссылку на него в описании, чтобы человеку было, собственно, приятно, что я не украл его идею, а оставил в описании, если все-таки найду ролик с этой Рей. Но, тем не менее, эта мини-фигурка Рей мне нравится намного больше, чем стандартная. И, собственно, сейчас я расскажу, как ее собрать. Тело, то есть именно туловище и ноги я взял от набора по микрофайтерам, то есть там, где у нас были такие маленькие мини-фигурки и человечек. Один у нас был имперский офицер, собственно, от него я взял вот эти вот детали. Ручки белого цвета, то есть такого телесного, я взял от Бэтмена, где он купался с дельфином. Ну, а черные перчатки, это можно взять у какой-нибудь любой мини-фигурки, я уже не помню, так где-то нашел в коробке. И лицо, естественно, от Рей, черные волосы от Челдинши, которая выходила по мини-фигуркам в одной из серий, там были черные волосы, очень отлично сюда подошли. Ручка от меча, я взял ее, опять же, в этом наборе давали одну, запасной. Ну и двойные световые мечи тоже нашел где-то в коробке, очень часто такие красные встречаются. Пишите в комментариях, какая Рей вам больше нравится, та, которая была изначально в наборе, или вот эта вот кастомная, которая у меня получилась. Как по мне, кастомная выглядит намного круче и поинтереснее, и такая будет у меня стоять на полке. Самое главное, собирается из относительно таких простых деталей, то есть не надо искать никакие супер редкие наборы, были довольно распространены, думаю, многие могут себе собрать такую похожую мини-фигурку. Ну что ж, а сейчас давайте смотреть остальную составляющую набора. Это вот такая вот у нас маленькая сцена, где должны происходить события, которые были разыграны в фильме. Здесь также присутствует аж три функции, которые мы с вами сейчас рассмотрим. Но как по мне, этот набор больше предназначен для того, чтобы красиво стоял на полке, нежели чем с ним играть. Вообще, мне чем-то напомню, старый набор, где у нас сражался Биванкиноби с Энакином, там было что-то похожее, тоже надо было разыгрывать такую битву, только там еще были сбоку такие рычажки, которые можно было управлять. Здесь же просто крутящиеся панели, как по мне, они созданы больше для того, чтобы задать более красивый угол для сражения наших персонажей. Итак, давайте сразу же, что касаемо функций. Во-первых, у нас здесь есть дилер. Видели ли, собраны вроде из простых деталей, но сделаны очень интересные. Такие пеньки наполовину уже обрублены, естественно, их можно опускать. То есть здесь у нас ничего нет, просто оно падает. А здесь же тайник. Не совсем понятно, почему сюда положили вот такой вот бластер. Вообще, к чему он здесь? Ведь джедаи у нас не пользовались оружием, ситхи вроде тоже. Но, тем не менее, этот бластер у нас здесь лежит. Не совсем понятно, опять же, что он здесь делает. И, кстати, что еще интересно по поводу этих деревьев? Здесь, поскольку у нас зима, некоторые листочки зеленые, некоторые белые, те, которые зеленые, сюда положили такие белые точки, как будто лежит снег. Очень интересная задумка. Также можно раздвинуть нашу вот эту арену, потому что, помните, по фильму там была лава, то есть все так разрушалось. Здесь тоже можно довольно сильно разогнуть, можно аж вообще вот так вот сделать. Ну, мне кажется, более правильно будет, как-нибудь вот такой вот небольшой разлом, как будто земля у нас раздвигается. Ну, и также такие вот площадочки, где можно крутить сюда, собственно, ставим мини-фигурки, и можно их вращать для того, чтобы они стукались своими мечами и сражались. Давайте сразу поставлю сюда темную рей. Вот так вот. И, собственно, можно их вот так вот вращать, чтобы они стукались. Ну, как по мне, это, опять же, делано больше для того, чтобы мы задали какого-нибудь вот так вот угол, поставили на полку, и это у нас как-нибудь красиво смотрелось. Ну что, всем спасибо за просмотр, надеюсь, что порой саму ролик и вы оцените лайком, а также подпишитесь на мой канал. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok